Вы смотрите передачу реновации новостройки Москвы. Мы с вами находимся около метро Дмитровская в Савеловском районе, а там Тимирязевский с той стороны платформы Дмитровская, тут платформа Дмитровская. И здесь, видите, идет строительство нового жилого комплекса, который называется Д1. Комплекс бизнес-класса, который состоит из трех небоскребов, так их называют. Один будет 30 этажей, хотя может быть даже и больше. Не знаю, ну, планируется 30. А два других, один 60 этажей, а другой 59. Ну, то есть, по сути, по 60 этажей практически по 60. Да, ну, да, можно сказать, почти небоскребы. То есть, вот, там уже крыша видна, вот такая вот будет. А здесь еще даже не достроили, наверное. А может, уже и достроили. Даже достроили уже, видите, вот это пониже. Такой комплекс бизнес-класса причем, да. И вот находится он как раз вот здесь, около платформы Дмитровской, одноименной станции метро Дмитровская. Вот, как раз на стыке Бутырской улицы там, а там Дмитровское шоссе начинается. А здесь Бутырская кончается. И около, соответственно, железнодорожной платформы Дмитровская, которая сейчас будет состав второго московского диаметра МЦД-2. Вот, здесь раньше находился такой шахтный ствол. Ну, в общем, техническая зона была. Станция метро как раз Дмитровская, когда вот ее строили, вот это метро, да. То здесь как бы вот были бытовки строительные, там, да, всякие такие технические сооружения, да. Ну, станцию строили довольно долго, эту линию Любнинско-Дмитровскую, Салатовую. Ну, и вот тут довольно долго, это 90-е годы были, и вот тут шли работы. На огороженной территории был такой, так сказать, ствол стоял, да. Вот, который как раз, ну, и такая была как бы зона для строительства метро. Ну, а потом, когда метро построили, все это, в принципе, ограду снесли, и здесь просто был пустырь между Дмитровским проездом, который проходит за теми домами, и как раз вот этой вот платформой Дмитровская. То есть, это пустырь был, такая зона, ну, по которой люди ходили, не огороженная была, и можно было свободно выйти вот с платформы, дальше туда пройти на Дмитровский проезд, Дмитровскому шоссе и так далее. И вот, два года назад, летом 2018 года, на этой территории началась стройка. Ну, конечно, естественно, в Москве сейчас все труднее и труднее найти свободные территории, где бы можно было построить жилой комплекс, впихнуть. Ну, и вот, собственно говоря, нашли эту территорию, вот, в этом вот месте. Ну, и к тому же еще презентовали этот комплекс как бизнес-класс. Вот, мы, кстати, здесь уже были, я его показывал, ну, тогда он где-то около года назад, ну, тогда еще только-только, в принципе, начиналась стройка, еще немного было этажей, а сейчас уже фактически она вовсю идет, и вполне возможно, что в следующем году она уже закончится. Ну, это нельзя сказать, что это точечная застройка, потому что, по сути, застройки как таковой между жилыми домами тут, конечно же, нету. Ну, просто, скажем так, уплотнение идет, уплотнение застройки жилой, да, уплотнение Москвы в целом. Ну, поэтому, в принципе, конечно, точечная, это не точечная застройка, наверное, в таком именно классическом понимании, да, когда строят жилой дом между уже существующими жилыми домами. Вот, ну, все-таки, конечно, явно, что, так сказать, все больше и больше застраиваются свободные земли, все меньше свободного пространства, сужается оно, да, и поэтому, конечно, скажем так, все сложнее и сложнее дышать, все больше и больше народу в Москве, хотя она и так уже переполнена. Вот. Ну, и, соответственно, поскольку это бизнес-класс, то, соответственно, будет соответствовать стоимость квартир, то есть она, ну, грубо говоря, там вот квартира двухкомнатная, да, 47 квадратных метров, будет стоить около 15 миллионов рублей. Ну, то есть, скажем так, в два раза примерно дороже, чем вот, грубо говоря, в таком вот доме, да, в окрестных домах. Вот. Сейчас выйдем, и я еще покажу с той стороны, со стороны Дмитровского проезда. Ну, вот, так что квартирки здесь, конечно, будут довольно дорогие. Ну, будут студии даже, конечно, подешевле будут стоить, но тоже все равно дорого. Даже студии все равно где-то 6-7 миллионов, вот этот, так вот, минимум, да, ну, все равно. Ну, студия там, это в районе 25-27 метров. Ну, это все можно найти там на сайте, в принципе, застройщика. Это не МР Групп, по-моему, строит этот комплекс, компания застройщик. Ну, вот здесь вот Бутырская улица кончается, и дальше там сразу начинается за ней Дмитровское шоссе. Ну, и поэтому, собственно, вот этот жилой комплекс так и назван Д-1, именно потому, что он как бы первый по Дмитровскому шоссе. Ну, там латинскими буквами, буква Д такая, ну, она похожа, конечно, на нашу. Ну, не совсем, чуть-чуть по-другому выглядит. Вот, то есть это не с диаметром связано, не с Д-1, потому что здесь не первый диаметр, здесь второй диаметр, здесь Д-2. А комплекс называется Д-1. Это связано именно вот с Дмитровским шоссе, что этот комплекс, он как бы находится в самом начале, вот первый дом по Дмитровскому шоссе. На самом деле там первые дома по Дмитровскому, они там находятся. Вот один корпус один, корпус два там по Дмитровскому шоссе, и дальше туда идет. Вон там первый дом, он находится там за мостом, где соединяются Дмитровский проезд и улица Руставели. И вот там вот как раз Дмитровское шоссе, дома начинаются по Дмитровскому шоссе. Ну, а этот будет как бы еще ближе. Вот здесь Дмитровское шоссе начинается, прямо за этим мостом, через железнодорожный мост, дорогического направления. И вот, собственно говоря, поэтому и Д-1. Ну, раньше здесь были палатки коммерческие, еще недавно, где-то год назад стояли. Вот можно было, в принципе, здесь перекусить, там, такие вот, как раньше, коммерческие. Раньше их больше было, даже типа кафешки какой-то такой небольшой было, вот стояло. Видите, даже трудно охватить, да, настолько вот высокий этот комплекс большой. И вот здесь, собственно, был такой небольшой пустырь, туда вот можно было пройти вот на тот Дмитровский проезд, туда дальше, к трамваям тоже и так далее. Ну, вот сейчас, видите, все застроили, уже не проехать, не пройти. А здесь-то Тополевая аллея, ну, она, в принципе, и осталась, по сути дела, вот там. Просто тут коммерческие киоски, нет, там его, по-моему, тоже перекрыли, да, насколько я понимаю. Ну, вот, ну, кстати, коммерческий киоск один оставили, тоже, я только, я вижу. И здесь вот, собственно, билетные турникеты, проход идет к поездам. Сейчас посмотрим, Тополевую аллею-то оставили или тоже. Вот, нет, один, вот, я смотрю, киоск оставили. Ну, раньше больше было, и кафе какой-то был тут, вот, ну, еще все как-то по-старому, попроще. А нет, вот там проход есть, Тополевая аллея, то есть он там есть. Немножко огородили, правда, частично вот тут проход, но в целом вот там он сохраняется. И тут вот вдоль платформы как раз идет Тополевая аллея небольшая. Ну, вот он Тополя преобладает, хотя не только, конечно, Тополя, другие деревья тоже присутствуют. Ну, вот, ну, вроде оставили, да. Ну, вот, еще поближе вот можно посмотреть в комплексе. Ну, скамеечки тут, в принципе, погулять можно. Ну, естественно, что из плюсов этого комплекса, конечно же, то, что рядом метро, рядом железная дорога, хорошая рядом Дмитровское шоссе и, соответственно, другие дороги, Бутырская улица и так далее. Там, в принципе, до Третьего кольца совсем рукой подать. Там в начале Бутырской как раз Третье кольцо, там Нижняя Масловка, вот. И Сущевский вал, там же части Третьего транспортного кольца. Так что в этом плане, конечно, да. Ну, а минусы понятны. Да, ну, в принципе, здесь, в общем-то, практически нет никаких предприятий крупных, промышленных. Ну, а минусы понятны. Это железная дорога и, конечно, вот эти вот, опять же, магистрали Дмитровское шоссе, там и Бутырская улица. То есть, опять же, это шум, это пыль, да, и это факт, как говорится. Вот. Вот такие дела. Ну, вот, не знаю, могут это тоже снести вот это все. Ну, пока вроде работает, слава богу. Хоть есть хоть где перекусить. Все. Вон и офис продаж уже сделали. Ну, в общем, понятно. Вот офис продаж. Так что, можно здесь же купить квартиру, посмотреть заодно там все такое. Проспектик, может, какой-то дают там. Ну, в общем, все понятно. Так что, поезда вот ездят прямо под окнами, будут гудеть, свистеть вот так вот, стучать. И это никогда не пройдет. Железная дорога, она здесь как была, так и будет. И я думаю, что это навсегда. Поэтому здесь железную дорогу никуда отсюда не уберут. Поэтому поезда будут останавливаться, тормозить, свистеть, гудеть, так сказать, стучать. То есть, эти все звуки, они будут, конечно, слышны. Ну, понятно, что можно поставить стеклопакеты. Там двойные, тройные, четверные. Это понятно. Ну, опять же, да, вот жара будет, да, ну, опять же, можно кондиционер поставить. Ну, это все понятно. Ну, опять же, так сказать, там, кстати, квартира с отделкой будет. Так сказать, дворы обещают без машин. Это, так сказать, такой типа мини-город-сад. То есть, там же будут и сады, и цветники там. Ну, как обычно, да, в таких вот домах бизнес-класса. Закрытые территории, конечно, свой детский сад. Все эти, так сказать, корпуса будут связаны с двухэтажным стилобатом, где будут пожилые строения, да, всякие находятся магазины, там, фитнес-клубы. И так далее. То есть, это все, конечно, будет. Но, опять же, стоимость жизни здесь, конечно, просто будет довольно дорогой. И все равно откроешь окошко, и вот, пожалуйста, шум, да, трудно разговаривать, да. И вот этот шум, он будет и, соответственно, в квартирах. Поэтому, естественно, как везде, есть плюсы и минусы. Ну, и, конечно, я бы бизнес-классом, конечно, бизнес-класса не стал бы строить в таком месте и покупать квартиру в таком жилом комплексе. Все-таки бизнес-класс, мне кажется, должен быть в других местах, а не в таких шумных между железной дорогой и довольно шумным шоссе автомобильным, вот этим, Дмитровским.